Посоветуйте, проживая в южных областях, интересно где, мне тоже хотел привести у вас по вашим рекомендациям косточки и семечки, предпочтительно выгодные врачи в моем регионе, ведь у нас с этим большие проблемы. Все то, что мы покупаем на рынке и даже в корове плодопитомниках оставляет зло и получивая, это наша российская беда. Да и вообще, ведь все они на клоновые подвое, не все, я бы не перед всего. Но себя понял одно, имеет жизнь только лишь семенные подвое. Вот письмо выше, я не сказал, что только семенные. Итак, если брать в принципе, клоновые подвое, это искусственные корни, палки подкнули, палки поливали, палки в специальных этих держали, где повышенная влажность. Есть специальные, назовем их теплицы, но специальные. Они обрастают кроме и корнями. И это называется клоновые подвое. Да, исключаем. Но мы пишем только лишь семенные подвое, а я добавляю корневые отводки. Мы это сто раз проходили. Вот, значит, в идеале семенные одно и корневые отводки. Держанный рост, да, центральный координат, да, желательно бы, что он пошел туда, где погуще раствор, который я назвал стриптизом. А теперь рисом стриптизом. Так, но именно на них ставлю упор. Прошу вас, отправьте мне каталог семян косточек. Ваше мнение, что я проживаю на юге. Я уже цитировал примерно, как звучит мой постулат. Чем вежнее. Одна и вторая косточка даст более качественный плод. Я там забыл добавить, но минимум это стойкий. Вот. Вот. Там несколько качеств должно быть в одном. Вот. А то, знаете, как этот песня, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Помните? Маму, тещу маму называл. Так и тут. Мне пришлите, пожалуйста, чтобы не замерзали. Самое вкусное. Вот. И дайте горы. Вот тут вас извините, ребята. Ни раз в жизни я не писал там горы. Вот. Некоторые тут же охлаждались и отправлялись на рынок. Там гарантируют всегда. И вот получается так. Значит, не только семенные подвое. Ну, а каталог и мои советы звучат так. Ах, вы на крайнем юге. Берете, уважаем список, не вот этот, самый скромный там. Вот живые сыновья, вот живые. Нет, наоборот. Берем этих самых 10-20 академиков, 10-20 баев, 10-20 паин, 10-20 королевских. Ах, все. Посадите, что-нибудь да вырастите. Вы на юге, вам это, и замерзание меньше грозит, и качество плодов будет выше, при том, что вряд ли не повторят ваши плоды по качеству. Мы привиты. Вот. А вам не нужны, чтобы из косточек, из семечек. Вот. Но они будут максимально. А вот в Сибири, даже в средней полосе, они уже все-таки будут поскромнее. Нет, они будут дикари, как помните, наверное, на меня накинулись эти так называемые гусеницы в себе языки. Процитировали 90-летнюю цитату из этих. Повторят уже и мозольные языки. Вот. Лички дежурдели, да? Вот. А значит, это мошенничество. Эмман. Ну, а вы? А, ни одного случая не подтвердилось. Несколько сотен примеров. Ни одного дикаря. Даже у манжурского абрикоса. Представляете? Вот. Как бы их переучить бы? Как бы сделать так, чтобы наши люди были не только, а я говорю, хорошо бы, вот, Лена Александровна, симпатичная, молодая женщина, язык подвешен. Ну, готовый этот, как он называет? Готовый ведущий, да? До самого крупного канала, в котором берет и просмотр. Вот. Сразу бы делать, допустим. Ну, еще есть институты, где надо делать все вот это. Вот это вот и дело. Просто вот собирается человек жизнь посвятить. Вы представляете? Абрикосы, то есть груши на яблоне. Да для Питера, для многих областей, где действительно близко к культурной воде. Этим наука надо заниматься. Их ничего тут особого нету. Привил, выбрал лучшую. Светки с ним взял, снова привел. А дальше последует, там ни в каком слой. Что подвое были родственники. Каждый раз он новый подвое, опять начинает все сначала. Видите, что надо знать? Но это в институте. Вот это можно жизнь посвятить.